итак добрый день дорогие друзья добрый день надеюсь что меня хорошо видно и хорошо слышно провожу сейчас я сегодня эфир на котеле на котель возле стены плача и сегодня у нас как обычно мы изучаем мишли только я приехал специально на стену плача чтобы было более такое святое место и очень интересно что когда у меня есть какие-то вопросы какие-то вопросы какие-то непонятные ситуации вот если я приезжаю в круто святое место молиться то эти вопросы не во время молитвы прямо приходит ответ это такая интересная у меня есть интересно у меня есть такая вот ситуация да вид я выбирал специально очень жаркое солнце и я не не то чтобы выбирал вид такой да а просто в другом в любом или ракурсе светит солнце вот так светит солнце вот так светит солнце вот вот я себе выбрал такой маленький закуточек такой дам если как слова не знаю на русском если на или нет это мне кажется украинское слово запуточек и в этом закуточки буду сейчас проводить урок по мишли мишли притчи царя соломона мы находимся в 18 главе слава богу уже это 600 какой-то урок 650 учимся учимся серьезно изучаем тору и с помощью торы приближаемся ко всевышнему потому что другого варианта приблизиться к богу нет кроме как изучать про бога молиться богу и в этот момент когда ты молишься или думаешь или изучая штору в этот момент ты можешь соединиться своим соединиться с богом потому что где находится человек кто такой человек вообще давайте спросить кто это человек человек это личность да личность это мысли о себе это знание о себе это некое самоосознание самоопределение и человек может сказать что я я есть только когда он себя осознает потому что если человек спит например он не может сказать я есть он себя не осознает для кого-то он есть но для него его нету нет понятно да идея и вот когда человек осознает себя как личность самоосознание когда он себя осознает когда он размышляет о себе я слышал когда-то какую-то фразу очень интересно что суть человека это его стремление то есть его намерение это фраза очень такая она она эта идея очень важная перед емки пуром когда судный день или роша шана когда говорят бог судит каждого как он судит каждого он просматривает намерение каждого куда ты двигаешься какая твоя вообще цель куда ты двигаешься в этом мире вот это очень важный вопрос направление и те люди которые изучают тору те люди которые которые изучают для себя поняли важность взаимодействия с богом то они двигаются к богу понятное дело очень это интересная вещь хана шамис шалом и человек может двигаться к богу из любой точки а есть люди которые даже очень близко находятся к богу например вот здесь много работает рабочих на котеле но они совершенно спокойно могут вообще быть далеки от бога как есть известная притча когда трое человек трое рабочих работали на носили камни и один был очень грустный такой прям раздраженный 2 был спокойный а третий был одухотворенный такой прям вообще их спросил один человек который хотел разобраться как работает мир он и спросил одного спросил который был раздраженный ты чем занимаешься он или тебя таскаю камни я в этих пожаре таскаю камни поэтому я раздраженный 2 он спросил спокойного ты чем занимаешься он говорит я зарабатываю деньги каждый камень это доллар значит я знаю что я зарабатываю деньги и поэтому я спокойно просто ношу считаю а третьего он спросил который был одухотворен он говорит а ты чем заниматься что такой веселый ты прям бегаешь летаешь с этими камнями он говорит я говорит строю храм я строю храм то есть я строю храм то есть он был настроен на духовную часть деятельности тот который деньги зарабатывал он был настроен на рациональную часть деятельности а тот который был раздраженный он обращал внимание на негативную часть деятельности хотя все они занимались одним и тем же носили камни зарабатывали деньги и строили храм вот поэтому поэтому самое главное это намерение намерение человека куда он двигается и как мы учили впервые вот что пусть будут все твои действия и траве оси говорил пусть все твои действия будут во имя небес то есть можно любое действия тренировку работу разговор можно привязать к духовности а можно любое даже самое духовное действие учи тору для личного там обогащения для личного кого да или просто от нечего делать но я скажу так что учи тору от нечего делать лучше чем смотреть просто телевизор от нечего делать хорошо друзья все а сейчас у нас мы 18 глава находимся мы сейчас на 5 отрывок 18 главы значит отрывок 18 главы говорит нам царь соломон говорит нам царь соломон следующее он говорит так сет пны раша лотов для тот садик бомишпад значит дословно это переводится так сет пны раша как бы переводят это на русский таким словом лицеприятствовать злодею нехорошо значит ли а тот садик бомишпад и искривлять праведному в суде тоже нехорошо значит ну по-простому как бы все здесь понятно да если говорить простой смысл то нехорошо искривлять суд и чтобы злодею делать хорошо это неправильно и чтобы и чтобы значит сумасшедших здесь не пускают вот эти вот а скажи мне умника андрея елькина мы сейчас заблокируем просто до свидания до свидания андрей елькин у нас собираются культурные умные люди и кто здесь ведет себя не культурно мы их сразу отключаем и удаляемся как нам сказал царь давид сказал царь сур мира он говорит отодвинься от зла вас это вы делая добро то есть на зло лучше всего минимизировать в свое с ним соприкосновение насколько это возможно и просто и делать добро продолжаем значит простой смысл простой смысл что злодею то есть лицеприятствовать злодею нехорошо это понятно и ли а тот садик бомишпад делать плохо как бы искривлять суд для праведника тоже нехорошо но это как бы понятно здесь нет никакой глубокой такой вот истины которая которая достойна мудрости царя соломона и того чтобы ее 3000 лет изучать поэтому поэтому объясняют нам объясняют нам великие мудрецы малбим и другие очень по-разному этот отрывок объясняют но вот как бы глубокая глубокое объяснение такое когда что больше всего людей уводит от служения богу и уводит от истины от простой такой понятной истины есть десять заповедей есть один бог создатель мироздания есть добро и зло то есть все как бы понятно здесь да ну вот но все понятно но почему же очень много людей в мире живут себя неправильно ведут себя неправильно они делают зло некоторые осознанно делают зло некоторые неосознанно делают зло почему люди так себя ведут и вот значит объясняет нам албим что есть вот этот главный вопрос который всех сбивает почему есть праведник ему плохо и почему есть злодей ему хорошо шалом рифка моя жена дорогая значит почему есть праведник ему плохо и есть злодей ему хорошо этот вопрос он больше всего сбивает людей они смотрят и думают но ведь как как работает этот мир вот есть люди нерелигиозные у тебя недавно на телевидении у меня был один такой диспут на телевидении и он говорит вот у меня сосед он ничего не соблюдает у него мазерате и что он мне говорит а я говорю и что и ничего вот это вот то что говорит здесь царь соломон он говорит так он этот это же тора он же пророк и он нам говорит что это нехорошо действительно что так бывает когда злодею везет а праведнику нет мы этого понять не можем но для большинства людей в мире это нехорошо потому что она сбивает и и это он как бы нам высказывает такую идею что вот то что так бывает что злодею хорошо а праведнику плохо это и есть самое нехорошее что есть в жизни и в мире потому что это сбивает людей теперь значит но бог то это сделал бог так сделал и этот вопрос задавал маша рабе но мосея задавал богу вопрос почему есть праведник ему плохо и почему и злодеи ему хорошо в талмуде приводится несколько вариантов ответа на этот вопрос причем все эти варианты ответа они неполные и последнего я вам сейчас скажу все три варианта ответа но царь соломон нам здесь советуют он нам здесь советуют знаете что он нам здесь советуют он нам советуют вообще не задавать этот вопрос то То есть он говорит нам, знаете что, значит он нам говорит, сейчас я вам скажу, это он нам говорил в предыдущей, в 17 главе, в 17 главе мы учили, что тот, кто закрывает свои уста и свое мышление от этого вопроса, он поступает правильно. Почему? Потому что когда ты начинаешь в это вдумываться, сам по себе вот этот вот размышление на тему, почему есть злодей, ему хорошо, а праведник ему плохо, он сбивает у человека его систему координат. То есть я, например, я уверен на 100%, на 1000%, что праведнику всегда хорошо, а злодею всегда плохо. У меня нет вопроса на том, что вот, а зло бывает побеждает. Нет, оно никогда. Для меня я этот вопрос у себя убрал. У меня нет сомнений, всегда хорошо в моей системе координат, злодею всегда плохо. Теперь, но если мы хотим глубже вдуматься в эту историю, то в Талмуде разбирается, когда Бог задал, Моисей задал вопрос Богу, почему есть праведник, ему хорошо, и есть злодей, и ему плохо. Есть праведник, ему плохо, есть злодей, ему хорошо. Первый вариант ответа, что Бог ему ответил так. Это мудрецы, как бы, они говорят, Бог ему так ответил. Значит, праведник, которому плохо, это праведник, это праведник, сын злодея, а праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника. И злодей, которому хорошо, это злодей сын праведника, а злодей, которому плохо, это злодей сын злодея. То есть тогда, если по этому идти варианту, если мне говорит нерелигиозный человек, что смотри, вот у меня сосед, он нерелигиозный, он не соблюдает заповедей, и он ездит на Мазерате. То есть я ему могу сказать тогда по этому ответу, ну значит его папа был праведник, то есть его папа, наверное, он был великий праведник, он своей жизнью жертвовал, он помогал людям, он был там святой человек. А его заслуги пошли на его сына, депозит на небе. Это первый вопрос Талмуда. На это приводится возражение, что в Торе Бог сказал, что я не буду наказывать детей за грехи отцов. Отцов не будут наказывать детей за грехи отцов, поэтому сказать, что праведник, которому плохо, это потому что его отец был злодей, не получается. Не получается, потому что Бог сказал в Торе, я не буду наказывать, но, но, смотрите, жизнь же это многовекторная ситуация. То есть очень многовекторная ситуация, любая точка в пространстве и во времени на нее действует много законов и много сил. Если Талмуд все-таки нам говорит, что заслуги отцов работают и преступления отцов тоже работают и влияют на человека, значит, в этом есть какой-то вектор, сила есть. Но объяснить полностью этим вектором, что почему человек праведный, а ему плохо, нельзя. Второй вариант. Талмуд говорит, ну смотри, если это праведник и ему плохо, значит, это не полный праведник. Значит, нам он кажется праведником, но он не полный праведник. То есть он, где-то у него есть какое-то намерение неправильное, где-то у него есть, говорил же, говорил же пророк, а это царь Давид говорил, да, в псалмах, что говорит, и не, это говорил царь Салмон в Экклезиасте. Он говорит, что нет цадика, который бы лохота, нету цадика, нету праведника, который бы не согрешил. То есть, или там есть такое известное выражение, цадик семь раз упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. То есть любой человек, даже самый праведный цадик, у него есть какие-то моменты, где он ошибся, не посмотрел, не подумал, или сделал, но не с тем намерением и так далее. Это второй ответ Талмуда, да? Говорит, что ты задаешь вопрос, есть праведник, которому плохо, значит, он не полный праведник. Талмуд на это говорит ответ, как бы, но тогда нет вопроса. Зачем тогда Моисей, который знал всю Тору, мудрее же из людей, зачем он с Богом, вопрос он точно Богу задал. Зачем он тогда задает этот вопрос, это ответ очевиден, нет. Тут сравнивается действительно, есть праведник, если уже вопрос задается, есть праведник, которому плохо и праведник, которому хорошо, то они оба праведники одинаковые то есть это не было бы вопроса тогда если бы один был праведник а второй неправедник или не настоящий праведник понятно значит но но при этом мы можем тогда если мы возьмем опять же ситуацию этого человека который ездит на мазарате он нерелигиозный мне задает вопрос вот этот вот нерелигиозный скептик да он говорит а почему он он ничего не соблюдает синагогу не ходит а он ездит на мазарате я бы ему ответил бы тогда по этому варианту что он может синагогу и не ходит и он может ты думаешь что неправедник но ты же не знаешь его жизнь вообще ты видишь только он выходит из квартиры садится в мазарате а ты не знаешь что он целый день делает может быть он целый день может он половину своих денег отдает на благотворительность может быть он спас лично недавно вот просто в израиле человек он женился месяц после свадьбы он идет женой на пляж в аштилоне видит тонет семья этих бедуинов бедуины вообще он еврей только женился и жена и трое деток и он прыгает туда спасает эту бедуинку и трех ее детей и сам тонет представляете то есть вот так когда мы видим человека и мы видим что он не там проходит мимо синагоги не факт что он не праведник может быть он делал какие-то действия он делал какие-то действия мне рассказывали например историю как как коломой стей игорь валерьевич он когда ему сказали что кто-то в зоне там боевых действий в этих в донецкой в донецке в донецкой области кто-то там был ранен он лично организовал организацию спасения ночью не спал там посылал вертолеты все чтобы спасти одного человека которого он никогда не знал никогда не видел и ну то есть понятно простого простого вот там какой-то был заболевший человек который ранен и и он его спас то есть когда мы говорим что что этот не полный праведник а злодей которому хорошо это значит что он не настоящий злодей то это нет чистых на сегодня злодей были или чистых праведников то есть каждый человек он такой с оттенками теперь в итоге последний вариант который дает талмуд что бог ответил моисею маши рабби-ну почему есть праведник который аму плохо и есть праведникEN которому хорошо есть злодей который аму плохо и злодей которому хорошо богом ответил ты знаешь я бог над тем хочу я могу смело всю милость смело Хочу я могу, кого хочу, могу наказать То есть Бог сказал Машерабену, что вы не можете меня, Бога, просчитать Я Бог, создатель мироздания, я установил добро и зло Но я все равно остался в этом смысл, главный смысл веры Что мы верим, что не только что Бог сотворил мироздание А мы верим, что Бог управляет мирозданием в каждый момент времени И Бог может в любую ситуацию вписаться и сделать чудо для каждого отдельно Для каждой страны, для каждого народа и так далее, и так далее То есть это то, что Бог ответил Моисею, что ты полностью не можешь понять, как работает мир Потому что, несмотря на то, что все структурировано Есть награда за заповеди, есть наказание за преступления Но как вся система работает, просчитать Бога мы не можем И у него всегда остается люфт, что есть праведник, которому хорошо Он чистый праведник, есть чистый праведник, которому плохо Почему? Бог так решил И в Пертьявоту на это есть мишна, что нет у нас понимания Ни почему есть иногда злодеи, и у них есть шалва Шалва это как мир, шалом, благоденствие Есть иногда праведники, которые страдают Не знаем мы, не знаем Поэтому нам царь Соломон говорил в 17 главе И в Каэлите он говорил, не думай про это Ты не думай про это, тебя это не касается Это теория для тебя Ты должен, вот этот Дмитрий Базанов правильно он сказал Что нехорошо, но это есть, вот это то, что мы сегодня учим Значит пятый отрывок Царь Соломон говорит, нехорошо, когда злодею лицеприятствуют И когда праведнику искривляют на суде Это нехорошо, но это нехорошо для тех, кто на это смотрит И у кого из-за этого появляется сомнение в вере Сомнение в выполнении заповедей Самый понятный путь Бога бойся, заповеди его соблюдай В этом весь человек Я верю, это основа веры, что за служение Богу есть награда За нарушение заповедей есть наказание Все, теперь значит и шестой отрывок Шестой отрывок Значит, дальше написано в шестом отрывке Нам говорит царь Соломон так Сифтей, уста ксиля Ксиль это грешник по вожделению Они приводят к ссоре И пив, пив это его внутренний голос, рот его То есть уста это внешний его разговор Приводит к ссоре А внутренний разговор Вызывает побои Значит, кто такой ксиль? Мы знаем, что ксиль это человек, который грешит по вожделению Это человек, которым управляют желания его животного сердца А животное сердце, как говорится, оно, Бог сказал в начале Зло сердца человека от рождения То есть если мы посмотрим на маленьких детей То маленькие дети, они забирают друг у друга Они делают, что они хотят Ведут себя, как маленькие животные Котята, собачата и так далее То есть маленький человек, который еще не образованный Не обученный, не воспитанный То он и писает под себя И какает, и все в рот Тащит, тащит Я говорю про маленьких детей Получается, что Что если человек остается на этом Потом у человека появляется мышление В это мышление входит какое-то правило поведения Кому-то входит Тора Кому-то входит правило поведения пионера Кому-то входит правило поведения Там в мире джунглей То есть у каждого человека есть некая система Координат, по которой он живет Но люди отличаются тем, что одними людьми управляет рациональное мышление А другими людьми управляет, так и продолжает управлять их животная натура То есть одни люди, они в состоянии управлять собой, своим животным началом А другие люди, животное начало управляет ими Силь это грешник по вожделению Это человек, у которого его животное начало управляет его мышлением Какие последствия здесь? Уста грешника по вожделению приводят его к ссорам То есть Тора говорит, что нельзя говорить лошонара Нельзя говорить сплетни Нельзя обижать людей Нельзя насмехаться Нельзя быть насмешником и так далее То есть нельзя обижать людей Даже вплоть до того, что в Перте А вот написано, что даже у человека есть Тора и добрые дела Но он молбим пне хавероб и рабим Он делает человека бледным публично Нет у него доли в грядущем мире То есть все, что он делает, он может молиться Он может ходить в синагогу Он может просто вести себя вот так вот Все по законам кашрута Там есть только кашерное Но он кого-то опозорил публично У него нету доли в грядущем мире Представляете? А почему он его опозорил публично? Потому что он к силе Он грешник по вожделению Ему хотелось доказать, что он умнее Ему хотелось доказать, что он круче Ему хотелось доказать, что он более праведный То есть это все в нем сработала его эмоциональная Животная натура Которая выразилась в том, что Пне сифте и ксиль его уберив Уста ксиля грешника по вожделению Они приведут его к ссорам То есть все Я вам скажу, что большая часть Есть такое в Талмуде выражение Что значит Рубам бэгэзель Большинство людей грешат грабежом Где-то взял, украл, не додал Не отдал кому-то вещь Нашел, не вернул Много случайно люди, случайно неосознанно грешат Алчность Алчность, она работает Рубам бэгэзель Большинство где-то спотыкаются в грабеже Мьют бэрайот Меньшинство спотыкается в разврате То есть человек так устроен, ему хочется Он там посмотрел, здесь посмотрел Вот этот вот стептик, с кем я спорил Он на телевидении Он говорит Да, все эти религиозные, они сидят, порнографию смотрят Я говорю, а откуда вы знаете И вообще, для вас-то это нормально Он говорит, да, для меня нормально Я смотрю там все А религиозные Я говорю, так когда они, если религиозные смотрят порнографию Так они как вы, чего вас это возмущает Они становятся по вашим меркам нормальными Но в этот момент они перестают быть религиозными Потому что по религиозным не должен человек этого делать Так получается, что Сказал Талмуд Большинство грешат в бэгэзель Они случайно берут чужое Меньшинство грешат в разврате И кулям Все Все грешат в злоязычии Кого-то обидел, плохо сказал Опозорил, сказал какую-то вещь Поругался, поспорил Это самый распространенный грех Так, еще раз Уста грешника по вожделению Приведут его к ссорам Ссоры это признак того, что он грешник по вожделению И он неправильно строит свою коммуникацию Упив, а его внутренний голос приведет его к ударам Он вызывает побои То есть грешник по вожделению Он, что он делает? Он ест запрещенную еду Он вступает в запрещенные связи Он нарушает заповеди Получается, что когда человек грешит И он идет на поводу у своего животного начала То оно его приводит туда, где его бьют Все, где его бьют То есть кто его бьет? Жизнь бьет, удары бьют И так далее То есть это как бы все понятно Кайфанул, получил запрещенное удовольствие Расплата придет Это факт Человек съедает вечером три вкусных булочки Это я привожу сейчас легкий такой пример Он идет на поводу за своим вожделением Но утром он будет плохо себя чувствовать И у него будет лишний жир То есть расплата за удовольствие запрещенное Она приходит И чем больше получает человек удовольствие Получая запрещенное удовольствие Тем быстрее и больше придет на него расплата Вот то, что мы сегодня поняли, выучили Все, сейчас, дорогие друзья Я вам советую сделать свои выводы И попросить у Бога Чтобы Бог дал вам возможность Преодолевать все свои вожделения Чтобы Бог дал вам возможность Управлять своей жизнью по Торе И делать то, что хорошо для души Для тела И не всегда это выглядит сразу Как приятное, хорошее Иногда, даже чаще всего Отказаться от булочки Кажется большим страданием Но в итоге дает больше удовольствия Отказаться от запрещенных действий Дает в итоге намного больше удовольствия Чем их сделать Все, друзья Значит, кто хочет сейчас помолиться на кот Или, пожалуйста Пожалуйста, давайте помолимся Завтра как раз будет пост 17-ая тамуза Но урок будет Урок будет Ничего То есть нам пост не помешает Сейчас, секундочку Я сделаю Не видно прям такое солнце Не видно Как переключить на Так Все, вот Кто хочет помолиться на котеле Как раз можно помолиться Две минуты Как раз я подержу сейчас Чтобы вы Могли на этом Почувствовать Как будто бы вы тоже находитесь На этом святом Святом месте И Вот сейчас вы можете Сформулировать свою просьбу К создателю мироздания Который слышит Он в душе находится Просто Это те святые места Они пробуждают Более Вот эту внутреннюю духовную силу Помолиться К создателю мира Который слышит Который слышит Все, дорогие друзья На этом мы заканчиваем Сегодняшнюю трансляцию Надеюсь, что Вы получили пользу Напишите свои выводы В комментариях Поделитесь уроком С друзьями И приходите завтра В 10 утра И мы развиваем Портал Ваикра Поэтому давайте Ваикра Это как переводится Слово Ивазвал Есть такая Это третья книга Который Ивазвал Что Бог Он взывает Каждому из нас И мы создали платформу Для того Чтобы те Кто изучают Тору Могли делиться Своими знаниями Поэтому есть у нас Каждый день Десятки уроков И мы вас приглашаем На эти уроки Приходите Слушайте Слушайте Делитесь Учите Тору И удачи Всем успехов Максим Беренчук Пока Хорошего дня Всем хорошего дня Все Счастливо Пока